Всем привет! Разработка игр на движке Godot является приятным и достаточно простым действием. Godot не перегружен вкладками и разными моментами, что могут напрягать или раздражать, как в других именитых движках. Для меня Godot до сих пор еще не стал основным игровым движком, но в то же время он с каждым разом меня приятно радует, и мне все больше и больше хочется в него вникать и изучать новые его концепции. Ранее на канале я уже делал видео с информацией об этом движке и видео по разработке 2D игры на нем. Наконец настал момент, когда мы с вами разработаем 3D игру и изучим возможности движка для построения именно 3D проектов. Поскольку ранее я уже рассказывал тонкости относительно движка, его установки и основных моментов, то в ходе видео я детально не буду останавливаться на всех этих нюансах, а лишь буду освещать новую тему разработки 3D игры. Посмотреть другие мои видео по теме Godot можно в специальном плейлисте, ссылка на него будет в описании к этому видео. Сам движок скорее всего у вас уже скачан и установлен, поэтому остается лишь создать новый проект, для этого мы открываем сам движок, нажимаем на создание нового проекта, вписываем имя, выбираем папку и в целом проект будет создан. Любая игра состоит из двух основных аспектов, дизайн и функциональная часть. В первую очередь нами будет разработан весь дизайн будущей игры, а далее мы допишем функциональную часть. Создавать дизайн для 3D игры лично мне намного больше нравится, нежели для 2D игры. В 3D игре вы создаете полноценный, максимально реалистичный мир, когда в 2D игре мир обычно создается куда более простым способом. Поскольку я не являюсь дизайнером или же разработчиком 3D объектов, то мы с вами не будем с нуля создавать все объекты. Вместо этого я предлагаю разбить построение дизайна проекта на две части. В первой части мы создадим весь внешний мир, растаем деревья, создадим окружение и саму поверхность. Для этого мы будем использовать один из готовых ассетов, что можно скачать из официальных источников. А во второй части мы самостоятельно создадим различные 3D объекты, которые будут представлять из себя основное окружение для игрока. Итак, в первую очередь заходим на сайт Sketchfab, находим понравившийся ассет и скачиваем его в формате fbx. Далее в проекте создаем новую папку и в нее же перебрасываем все файлы из скачанного ассета. Теперь давайте выполним расположение объекта на сцене. Прежде чем мы это сделаем, нам необходимо указать некий корневой узел. Поскольку мы разрабатываем с вами 3D игру, то соответственно корневой узел здесь я указываю именно как 3D сцена. Ну и корневой узел вы его можете расценивать как некий родительский объект, внутри которого будут находиться все остальные объекты, что будут нужны для разработки нашей будущей игры. Сюда же я могу сразу перенести сам этот объект Forest, но мы давайте прежде чем его переносить, мы давайте создадим еще один дочерний узел, поэтому нажимаем правой кнопкой мыши и нажимаем добавить дочерний узел. И сюда я добавлю такой дочерний узел, который называется как World Environment. По сути это глобальное окружение и в этом глобальном окружении мы можем указать различные настройки для того, как у нас будет отображаться сама сцена. Например, мы можем указать какое освещение у нас будет на сцене, мы можем указать будет ли у нас туман на сцене и все в таком духе. Вот это давайте сейчас и укажем. Здесь выбираем сам этот объект, дальше в инспекторе мы указываем, что создаем новое окружение, и далее мы указываем то, что мы будем редактировать это окружение. Здесь я предлагаю зайти изначально в Background, и на данный момент у нас здесь весь наш вот этот вот фон, он установлен как просто определенный цвет. Мы же давайте лучше это поменяем, мы укажем, что у нас весь Background это будет некий материал, который называется как Sky, и здесь просто указываю, какой конкретно материал я буду использовать. Здесь я предлагаю использовать материал, который является встроенным, он называется Procedure, ну и соответственно я его здесь и выбрал. Вот такой вот материал у нас добавился, как и он был изначально, по сути. Дополнительно мы давайте зайдем в Tone Map, и здесь мы можем указать, какой свет будет применяться к нашей сцене. На данный момент указан здесь Linear, я же могу указать, например, Filmic, и мы можем заметить, насколько свет уже поменялся. Или же, если хотите более темный, то можете указать Aces, я же, наверное, все-таки оставлю как Filmic. Кроме того, если хотите, вы можете увеличить яркость, для этого просто Expose вы это значение увеличиваете. Я оставлю, пожалуй, значение по умолчанию. Также я бы хотел зайти в Auto Expose, и здесь я нажимаю Включить, после чего мы можем заметить, что у нас сцена стала еще более яркой. Конечно, тут есть еще масса других настроек, но мы давайте пока обойдемся лишь вот этими вот несколькими настройками, ну и тем самым мы создали более светлую сцену, где и будем располагать все наши будущие объекты. Теперь следующее, что я предлагаю сделать, так это внутрь вот этого объекта расположить наш лес, наш вот этот вот Asset, который мы с вами скачивали. Для этого я захожу в папку Forest, дальше Source, и здесь я просто перетаскиваю объект, у которого расширение .fbx. Ну и, соответственно, просто могу перетащить этот объект непосредственно сюда, на сцену, или же я мог его перетащить на вкладку Сцена, он также само был бы добавлен. Мы можем заметить, что сам по себе этот объект на данный момент, ну уж слишком маленький. Это действительно так. Поэтому давайте мы выберем сам этот объект. Во-первых, мы расположим его координаты по нулям, дабы он находился в точке отсчета. Также я предлагаю его увеличить по всем трем координатам, поэтому здесь повсюду я прописываю значение 100. И мы замечаем, что вот наш объект, он теперь выглядит вполне хорошо, он большой, ну и все текстуры, все в нем отображается корректно. Кроме того, я его чуть-чуть повыше подниму, дабы он находился над нашей вот этой вот условной сеткой. И еще один нюанс. Возможно, вы сейчас скачали какой-либо другой Asset, также сам его попытались расположить, но при этом он у вас импортировался сюда именно как просто серый некий объект без каких-либо цветов. Такое может быть. Это может быть связано с тем, что сам этот 3D объект был некорректно экспортирован из первоначальной программы, где он там разрабатывался. Соответственно, если такое у вас происходит, то первое решение это то, что вам нужно не просто лишь сам объект FBX забрасывать в Godot, вам нужно полностью всю папку с этим объектом забрасывать в Godot, и в таком случае, скорее всего, текстуры, они подгрузятся. Либо же, если вы даже забросили полностью все файлы в Godot, и у вас все равно данный объект является серым, то в таком случае вам просто стоит скачать другой объект, так как данный объект, по всей видимости, был неверно экспортирован из первоначальной программы. В моем случае у меня здесь все корректно, и на данный момент я вот это вот окружение оставлю без изменений, пускай оно будет именно вот в таком формате. Теперь следующее, что я бы хотел еще добавить, так это я бы хотел добавить некую камеру, поэтому нажимаем на родительский объект, нажимаем на добавить дочерний узел, и здесь я хочу добавить обычную камеру, поэтому я выбираю просто камера, ну и нажимаю создать, после чего эта камера, она сюда у нас добавляется. Изначально камера располагается в нулевых координатах, вот мы можем открыть компонент transform, и здесь мы это как раз с вами и заметим. Нам необходимо, чтобы наша камера смотрела на весь вот этот вот лес, на весь этот наш объект, поэтому мы камеру давайте немного отодвинем. Также мы можем посмотреть, что сейчас видит камера, для этого нажимаем вот здесь на предпросмотр, ну и можно заметить, что камера, она у нас сейчас как бы смотрит вот в ту сторону, вот здесь даже можете заметить, есть такой небольшой квадратик, он как бы указывает, куда смотрит камера. Мне необходимо камеру развернуть, вот например в таком формате, также давайте возможно еще раз включу предпросмотр, ну и на данный момент камера уже более-менее неплохо, конечно же, смотрится. Нам ее лучше еще опустить чуть пониже, возможно я ее еще чуть-чуть здесь разверну, вот пускай она например так будет смотреть, и передвину по координате Z, чтобы она у нас находилась, ну примерно по центру всей вот этой, по центру всего вот этого нашего объекта. Давайте еще раз включим предпосмотр, и вот на данный момент оно так у нас выглядит, вроде уже неплохо, только я бы еще отодвинул камеру, еще раз нажму предпросмотр, и вот теперь возможно это то, что нам как раз и нужно. В общем-то камеру вы можете расположить в том месте, где вам будет удобно, можете ее отодвинуть, можете ее повыше поставить, главное, чтобы камера была нацелена на наш основной объект, и чтобы когда у нас тут будет игрок передвигаться, когда он там будет бегать и прыгать, то чтобы мы это просто могли видеть с вами. Поэтому можете расположить камеру как угодно, я пока оставлю ее в таком вот формате. Ну и еще что нам нужно просто сделать, так это сохранить саму эту сцену, потому что на данный момент она у нас не сохранена. Для этого мы нажимаем на сцену, и здесь нажимаем на сохранить сцену, или же можете нажать просто Ctrl-S, это будет точно то же самое. Здесь мы в принципе должны просто назвать саму нашу сцену, я давайте ее назову возможно как Main, ну и просто нажимаем сохранить, после чего эта сцена сохраняется, и вот она здесь у нас как раз и отображается. В целом нам удалось разработать красивый дизайн для нашей игры. В дизайне важна каждая мелочь, верно поставленный свет, правильное расположение объектов, красивая и хорошо продуманная атмосфера. Чтобы сделать все максимально красиво, нужно много времени, а еще нужно уметь очень четко управлять мышью, ведь именно она является вашим главным инструментом. Я работаю на маке, и для повседневных дел использую трекпад. Он удобен, и с ним всегда легко и быстро можно выполнять множество встроенных действий. При этом, когда речь заходит про разработку игр, создание дизайна, или же про банальную работу с фотошопом, то я пользуюсь сторонними мышками. И как раз про этот нюанс я бы хотел рассказать вам вкратце. Моим боевым оружием является мышь MX Master 3 от Logitech. Выбрал я ее не случайно, ведь она специально была разработана для программистов, а также представителей творческих профессий. В ней есть технология Logitech Darkfield, что позволяет выполнять отслеживание практически на любой поверхности, в том числе на стекле, обеспечивая максимальный для устройства этого класса уровень чувствительности. За счет этого я получаю максимальную точность при работе, и если уж дизайн не получится, то беда лишь моей криворукости, скорее всего. Плюс мне нравится то, что мышь спокойно работает с Windows и Mac, более того, я могу подключить ее к сразу трем ПК, и простым передвижением мыши переходить с одного ПК на другой. В общем, мышка реально топовая, да еще и удобно ложиться в руку. На самом деле, я не зря тут рассказываю про эту мышь. Дело в том, что сейчас есть отличная возможность выиграть данную мышь, и другие призы от Logitech. С 1 по 3 марта на платформе Geekbrains будет проходить бесплатный онлайн-курс по веб-разработке. Зарегистрироваться на него можно уже сегодня. Прослушав курс вебинаров, вы сможете принять участие в конкурсе, сделать аналог промо-страницы для продукта Logitech, и далее выиграть подарки от Logitech и самой компании Geekbrains. В описании к видео будет ссылка на страницу конкурса. Подайте заявку, получите знания, выиграйте призы, и сделайте это все полностью бесплатно. Так что переходите, ссылочка в описании. Теперь давайте попробуем создать свои собственные объекты внутри игрового движка. Для начала нам необходимо добавить новый дочерний узел, и мы находим такой объект, который называется как CSG Combiner, ну и соответственно именно этот объект я сюда и добавляю. Теперь внутрь этого объекта мы можем поместить еще кое-какие различные объекты. Все они у нас идут с названием CSG, и дальше это Box, Cylinder, Mesh, Polygon и так далее. То есть по факту это обычные 3D объекты, например, это куб, это сфера, это цилиндр, или же это просто, например, полигон. Но суть этих объектов заключается в том, что мы очень легко можем менять их размеры. Например, мы можем легко и быстро увеличить ширину объекта, или же увеличить высоту объекта. Также мы можем взять и поднять какой-либо угол определенного объекта выше, ниже, или можем вообще трансформировать объект в нечто абсолютно не похожее на его первоначальную форму. Давайте вот мы, например, для начала добавим просто CG Box, подобный вот объект, и далее посмотрим, как с ним можно взаимодействовать. Первое, что мы можем с вами заметить, то что сам по себе вот этот вот объект, он выглядит, ну, совсем уж как-то плохо. Это просто нечто белое, и даже не понять, какая у него форма. Поэтому я предлагаю к этому объекту добавить некую текстуру. Для этого мы выбираем сам этот объект, и дальше вот здесь есть Material, мы нажимаем на назначение пусто, и указываем то, что мы создаем Special Material, новый Special Material. Ну и, соответственно, вот он здесь был создан. Далее нам необходимо нажать на Material, нажать на редактировать, и дальше мы сможем отредактировать сам этот материал. На самом-то деле, у меня сейчас в проекте нету никаких текстур, которые я бы мог повесить на данный объект, и поэтому я эти текстуры предлагаю их просто скачать с интернета. В поисках информации для видео я как-то набрел на сайт, где представлены различные простые текстуры, ну и, соответственно, ссылку на этот сайт я оставлю в описании к этому видео. Здесь вы можете скачать подобные текстуры, я это уже сейчас сделал, и дальше, после того, как вы скачаете подобные текстуры, мы их можем перенести в бежок Godot. Здесь есть разные варианты текстур, они все отсортированы по определенному цвету. Я, давайте, возможно, выберу некую темную текстуру, допустим, Dark, и вот первый вариант, который здесь будет представлен. И дальше я просто перемещу эту текстуру внутрь самого нашего движка. Да, вот она у меня сюда, эта текстура и была добавлена. Следующее, что мне необходимо сделать, так это, опять-таки, выбрать сам вот этот вот материал. Здесь мы переходим в Albedo, и здесь мы можем указать текстуру. Мы можем ее выбрать из выпадающего списка, но это будет долго. Мы давайте лучше просто возьмем вот эту вот текстуру, которую я сюда перетаскивал, и просто ее перетащим непосредственно на сам объект. На данный момент мы можем заметить, что наша текстура была добавлена, но выглядит она, возможно, не супер как-то здорово. И это абсолютно объяснимо. Дело в том, что после того, как мы добавляем некую текстуру, давайте я опять-таки нажму на редактирование материала, дело в том, что когда мы добавляем новую текстуру, новый материал, то нам необходимо еще указать, каким образом эта текстура будет располагаться на самом объекте. Поэтому я предлагаю открыть нам еще такую вкладочку, как Flex, и здесь мы укажем World Tree Planner, поставим здесь галочку. Вот, ну, вернее, давайте еще раз поставлю. А также дополнительно мне необходимо еще перейти в такую настройку, как UV, и вот здесь мне тоже нужно указать галочку Tree Planner. После чего мы можем заметить, что текстура, она немножечко по-другому уже была расположена на самом этом объекте. И теперь, если я буду взаимодействовать с этим объектом, например, если я его буду просто вот таким вот образом растягивать, или там увеличить его высоту, то, соответственно, эта текстура, она также будет корректно растягиваться, и никаких ошибок или нюансов у нас возникать не будет. Таким образом, мы с вами создали сам по себе вот этот вот объект, и что удобно, так это то, что мы можем легко и быстро взаимодействовать с его размером. То есть, видите, я могу увеличить этот объект, могу его по высоте увеличить, по ширине, по длине, ну, в принципе, могу с ним работать как не вздумается. Но это не единственная особенность вот этих вот CSG объектов. Еще дополнительной особенностью является то, что мы можем из одного объекта вырезать какую-то определенную часть и ее просто как бы скрыть. Давайте вот я попробую показать, как это реализуется. Нам необходимо с вами добавить на сам вот этот вот наш дочерний объект еще один дочерний узел, и мы добавим тоже CG Box, вот чтобы у нас получилась подобная иерархия. Кстати говоря, для вот этого второго нашего объекта, давайте я его, возможно, куда-нибудь сюда перенесу, для этого второго объекта было бы тоже удобно добавить ту же самую текстуру, тот же самый материал, что и был здесь, и мы можем проделать точно те же самые действия, которые проделывали до этого. Но я предлагаю поступить немножечко по-другому, мы просто вот этот вот материал, мы его с вами давайте сохраним, то есть нажимаем на сохранить, и здесь, например, CSG Box Material, например, вот такое название будет. И теперь я могу выбрать этот дочерний элемент, и дальше просто перетащить сам этот материал. Он тут же будет добавлен к этому объекту, ну и как бы все будет обработано корректно. Теперь, что бы я хотел сделать? Вернем, пожалуй, этот объект обратно куда-нибудь вот сюда, немножко его выдвинем, чтобы я его просто видел. Также я предлагаю увеличить его размеры, ну, например, сделаем его чуть-чуть более широким, давайте вот сделаем его примерно таким, а также по высоте тоже его сделаем чуть-чуть побольше, ну, к примеру, возможно, что-то в этом духе. Тогда, наверное, и по ширине его можно чуть было бы уменьшить, и еще раз мы его выберем, ну и где-нибудь вот сюда мы его расположим. Что я хочу сделать? Я хочу сделать так, чтобы у нас из первого нашего объекта была вырезана часть, которая соответствует второму вот этому нашему дочернему объекту. Сделать это очень и очень просто. Мы выбираем дочерний объект, и здесь в Operation мы с вами указываем не Union, то есть не объединение, а мы указываем наоборот Substraction, и это означает то, что мы как бы из первого объекта вырезаем наш второй объект. Также, возможно, давайте я подниму этот объект немножко повыше, наш этот второй объект немножко повыше его подниму, чтобы у нас просто некая внизу все равно оставалась платформа, ну и, наверное, просто его высоту можно было бы уменьшить. Вот что-то в этом духе. Ну и если я теперь посмотрю на сам этот первоначальный наш объект, то можно заметить, что он выглядит уже совсем по-другому, да, из него была вырезана определенная часть. Ну и вот за счет таких вот небольших манипуляций вы очень быстро можете создавать объекты абсолютно любой формы. То есть вы можете из какого-либо квадрата вырезать, например, другой квадрат, или же вы можете создать, например, не объект CG Box, который по сути является квадратом, а вы можете создать объект, который будет называться, например, давайте откроем, например, он будет называться CG Sphere, и это, соответственно, будет сфера, и вы сможете, например, из одного объекта вырезать формочку в виде сферы, да, ну или можете создавать другие подобные объекты. Я единственное, давайте еще чуть-чуть его вот ниже поставлю, чтобы у нас буквально небольшая вот здесь, небольшая вот такая ступенька здесь была, ну а так-то оставим, как оно есть без изменений. Окей, и еще момент, который я бы хотел, наверное, показать, это то, что вы можете еще использовать здесь такой объект, который называется CS Jeep Polygon. Это достаточно интересный объект, давайте мы его найдем, вот он где-нибудь здесь был расположен, и чем он удобен? Ну, опять-таки, кстати, материал давайте я сюда перекину, дабы мы просто видели его в более красивом формате. На первый взгляд может показаться, что это самый обычный куб, но на самом-то деле здесь не все так просто. Дело в том, что в этом якобы обычном кубе мы можем управлять каждым его углом. Например, если я хочу, чтобы этот угол, он у нас был чуть-чуть, чтобы этот угол он чуть-чуть выпирал, я, соответственно, беру и сдвигаю сам этот угол, и вот у нас уже получается совершенно другая форма. Или же наоборот, я хочу, чтобы этот угол, он наоборот, был немного поменьше, и, соответственно, передвигаю повыше, и вот мы уже получаем нечто в духе треугольника. Так же самое я могу управлять и этими углами, и, в принципе, я могу создать объект абсолютно любой формы, что мне только будет угодно. Вот, например, даже нечто подобное можно сделать. То есть здесь вы уже можете с этим всем играться, и, в принципе, создавать объекты той формы, которая вам нужна. Мне вот этот объект CSG Polygon, он не нужен, я его, пожалуй, удалю отсюда, поэтому нажимаю просто Ctrl Delete, ну и, соответственно, объект удаляется. У меня будет, пожалуй, только вот этот вот объект, это как основная платформа. Здесь у нас будет стоять игрок, и дальше мы сможем просто ходить по всей вот этой вот карте, также сможем прыгать, вращаться, ну и все в таком духе. Другие дополнительные объекты мне не нужны. И еще один небольшой нюанс. Поскольку здесь у нас будет находиться игрок, а игрок это у нас будет твердый объект, у которого к тому же будет еще и физика, физические различные свойства, то сам этот твердый объект, он также должен находиться на неких твердых объектах, иначе он просто будет проваливаться и лететь вниз до бесконечности. Поэтому мы давайте сделаем, чтобы эта платформа, она была твердым объектом. К нашему счастью, это делается максимально просто. Мы просто выбираем CSG Combiner, вот этот глобальный наш объект, и здесь нам все, что необходимо сделать, так это установить галочку Use Collision. Collision это по сути как раз, ну это по сути свойство, которое из любого объекта создает твердую поверхность. Ну и тем самым мы сказали, что вот этот вот наш объект и все его дочерние объекты, они теперь являются твердыми объектами, поэтому когда мы в будущем будем располагать здесь игрока, он не будет проваливаться, а будет как бы падать на эту платформу, ну и соответственно на ней будет стоять. Итак, теперь мы наконец можем приступить к разработке нашего основного игрока. Для начала я предлагаю скачать сам объект основного игрока. Вы можете скачать любой объект, например, можете использовать сайт SketchPap. Я здесь нашел вот подобный примитивный объект. У этого объекта также есть анимации. Это будет для нас достаточно удобно, так как мы эти анимации сможем запускать в определенные моменты, ну и соответственно игра наша будет более интерактивна. Соответственно ссылочку на этот объект я также оставлю в описании к этому видео. Можете скачать этот объект или можете скачать любой другой объект. Здесь просто нажимайте на Download 3D Model, и в данный момент мы давайте попробуем с вами скачать GLTF модель, то есть не FBX, а GLTF модель. Я эту модель уже скачал, соответственно папочку я также разархивировал, ну и теперь просто папку с самим этим объектом, я ее беру и, давайте даже вот так вот я ее беру, и перетаскиваю внутрь Godot. Ну и соответственно этот объект, он сюда добавляется. Мы можем раскрыть эту папку и перенести сам этот объект сюда на сцену, мы заметим, что объект у нас уж слишком гигантский. Я давайте пока возможно отменю это действие, чуть позже мы добавим сам этот объект основного игрока, но прежде чем мы это сделаем, мы для начала давайте сюда добавим один дополнительный новый дочерний узел, и этот дочерний узел это у нас будет Kinematic Body. Kinematic Body это по сути объект, который обладает физическими свойствами, и сейчас можно заметить, что у нас здесь отображается уведомление, что как бы не все у нас корректно с этим объектом, не все у нас корректно с этим объектом по той причине, что у любого Kinematic Body должен быть еще один дочерний объект, и этот дочерний объект он будет описывать форму, как бы твердую форму для самого объекта. Существуют разные формы, то есть вот вы можете прописать Collision, и дальше существует например Collision Polygon, мы же будем использовать с вами просто Collision Shape, вот, и здесь для этого объекта нам нужно еще указать саму эту форму. Форму необходимо указывать в зависимости от того, какой у нас есть объект. Если бы объект у нас был бы квадратным, то в таком случае я бы указал Box Shape, то есть у нас был бы создан некий куб, ну и этот куб это был бы твердый объект. Поскольку мы работаем с игроком, игрок он у нас по сути продолговатый, и можно сказать, что он округленный, то в таком случае я считаю, что нам наиболее будет подходить либо Capsule Shape, да, то есть это в виде капсулы, либо Cylinder Shape. Что-то, что-то примерно похоже, предлагаю выбрать Cylinder Shape, так как с ним проще работать. Так вот, у нас был создан Cylinder Shape, мы можем даже вот давайте я попробую Kinematic Body, чуть-чуть повыше поднять, чтобы мы просто видели, что у нас здесь происходит. Ну и возможно вот таким вот образом подниму. И мы можем заметить, что вот у нас есть, ну, конечно, плохо видно, но у нас есть что-то в духе именно формы цилиндра. Я могу изменить размеры, то есть я могу, вот видите, уменьшить этот цилиндр, а также могу его уменьшить по высоте. На данный момент я предлагаю его оставить неизменным, то есть вот, допустим, я его хоть и поменял, но давайте, например, оставим такую форму. Мы эту форму все равно будем подгонять конкретно под самого игрока. Поэтому следующее, что нам нужно сделать, так это нам необходимо взять игрока и разместить его как дочерний объект для Collision Shape. Соответственно, как это можно сделать? Во-первых, мы можем просто взять игрока вот сюда перенести. Вот он у нас где-нибудь там вдалеке создается, да? И в моем случае он даже, кстати, сразу создался как дочерний объект, потому что у меня был выбран Collision Shape. Ну и, соответственно, поскольку он был выбран объект Collision Shape, то в автоматическом формате любой объект, который я сюда перенес, он добавляется как дочерний объект для этого объекта. Но даже если вы добавили объект, и он не является дочерним для Collision Shape, то просто возьмите этот объект и перетяните его вот здесь, в этой вкладочке, на Collision Shape, и он будет дочерним объектом. Что нам нужно сразу сделать для этого объекта? Во-первых, все его Translation, то есть расположение объекта, мы устанавливаем по нулям, дабы он находился в той же точке, где у нас находится Kinematic Body. Также размер нам необходимо для игрока уменьшить. Сейчас наш игрок уж слишком огромный. И мы давайте уменьшим его, допустим, вот аж на столько. Да, вот здесь повсюду я установлю подобные значения. Теперь в плане размеров у игрока все в порядке. Мы даже можем переименовать вместо Kinematic Body. У нас здесь будет написано, например, Player. Сам этот объект пускай так и называется. Вот, и следующее, что нужно сделать, так это изменить Collision Shape. Потому что сейчас можно заметить, что радиус для самого этого цилиндра слишком большой. Поэтому уменьшаем радиус. А также я бы дополнительно, возможно, уменьшил бы высоту самого этого цилиндра. Допустим, сделал бы цилиндр примерно вот таких размеров. Ну и также в таком случае я бы уже и игрока чуть пониже поставил, чтобы он находился как бы в самом низу нашего вот этого вот цилиндра. С этим, конечно, можно дополнительно поиграться, чтобы у нас оно идеально... Видите, вот цилиндр сейчас не супер идеально обтекает голову, да? С этим можно еще поиграться. Ну, хотя я на самом-то деле могу даже с этим справиться еще чуть-чуть просто опустив ниже самого игрока. Вот. С этим необходимо поиграться. Но в любом случае на данный момент оно сейчас выглядит достаточно хорошо. И что у нас получилось? У нас получилось то, что наш игрок, он теперь по сути является твердым объектом. И границы вот этого твердого объекта, они обозначены здесь как раз за счет объекта Collision Shape. Вот такая происходит логика. Ну и теперь давайте возьмем нашего игрока, то есть плеера, и попробуем просто его переставить в какую-то верную координату. Допустим, я его передвину куда-нибудь сюда. Также давайте я отодвинусь. И поставлю его где-нибудь, например, вот здесь. То есть он у нас будет находиться как бы на платформе, хотя я совсем не идеально его на платформу расположил. Давайте вот примерно так его поставим. Вот. То есть он у нас где-то будет находиться на платформе. Можно его еще чуть-чуть пониже. И дальше с этой платформы он уже будет уметь спрыгивать, будет уметь ходить, будет уметь прыгать. Но это мы реализуем буквально чуточку позже. Также то, что я бы хотел еще поменять, так это я бы хотел поменять вращение. Здесь, наверное, мы давайте укажем, что изначально наш игрок на 180 градусов будет развернут к самой сцене, к самим вот этим вот объектам. Ну и в принципе выглядит это все достаточно неплохо. Также прежде чем мы перейдем к тому, что будем уже писать скрипт и будем делать так, чтобы наш игрок двигался, прежде чем мы к этому перейдем, я предлагаю еще добавить некий объект, который будет у нас твердой поверхностью для всей вот этой вот нашей сцены. Потому что на данный момент у нас, конечно, эти объекты проставлены, но они не обладают никаким объектом collision, то есть они не являются твердыми объектами. И поэтому, как только этот игрок спрыгнет со своей платформы, он просто начнет падать бесконечно вниз, так как у нас попросту нету никакой твердой поверхности. Поэтому эту твердую поверхность я и предлагаю добавить. Поэтому в World Environment мы добавляем новый дочерний узел. Это у нас будет Static Body. Static Body это, по сути, просто некий статический объект, то есть это родительский элемент, внутри которого находятся различные статические объекты. Статические объекты это те объекты, с которыми по факту не происходит никакого взаимодействия в ходе игры. То есть вот как мы их поставили в начале игры, так они там и стоят. В нашем случае вот эта поверхность, это как раз и будет такой статический объект. Ну и сюда я добавляю просто новый дочерний узел. В моем случае это будет Collision Shape. С ним мы уже знакомились, с этим объектом. Здесь я давайте укажу, наверное, Box Shape. Ну и все, что мне необходимо сделать, так это увеличить размеры самого этого объекта. Я, пожалуй, увеличу просто размеры по ширине. Так, ну давайте пока вот так вот увеличим. По ширине увеличим. По высоте я, наоборот, чуть-чуть это все уменьшу. И дополнительно растяну это еще по длине. Вот такой у нас получается объект. Теперь каждый раз, когда игрок будет как бы откидываться с платформы, он будет попадать на этот Collision Shape и, соответственно, не будет проваливаться сквозь саму эту поверхность. Теперь, наконец, приступаем к написанию скриптов. Наш скрипт, он будет взаимодействовать с основным игроком, поэтому вполне логично прикрепить этот скрипт к основному игроку. Поэтому нажимаем на наш вот этот основной объект, который у нас Kinematic Body, но я его переименовал в Player. Здесь нажимаем на прикрепить скрипт. Само название скрипта я, наверное, иметь не буду, просто нажимаю на создать. Ну и вот у меня этот скрипт, он был здесь создан. Что удобно в движке Godot, так это то, что редактирование скриптов происходит прямиком в самом движке. Это максимально удобно. Здесь у нас есть кое-какие комментарии. Я предлагаю все эти комментарии удалить. Они мне здесь попросту сейчас не нужны. Ну и мы оставляем вот эту вот базовую структуру. А также давайте допишем несколько дополнительных переменных. Или же, даже лучше сказать, это у нас будут константы. Хотя можно и создать обычные перемены. Первая константа, пускай будет называться как скорость, то бишь speed. И это скорость, с которой мы будем передвигать нашего основного игрока. Вторая константа, она у нас будет называться jump. Это как бы то расстояние, на которое будет подпрыгивать сам игрок. Также еще у нас будет константа, пускай она будет называться как gravity. И это будет просто та гравитация, которая будет действовать на самого игрока. Ну и пока, наверное, все. Если что, мы еще потом добавим кое-какие дополнительные константы или же перемены. Следующее, что нам необходимо сделать, это создать новую функцию. То есть пока с функцией ready, которая срабатывает в момент запуска самой сцены, мы с этой функцией пока работать не будем. Вместо этой функции мы давайте поработаем с такой функцией, которая является встроенной здесь, и она называется physics process. Эта функция, она срабатывает каждый фрейм. Ну и, соответственно, в этой функции вы можете прописывать различные физические действия. Например, вы можете передвигать игрока, или же вы можете выполнять его прыжок, или же вы можете отслеживать нажатие на различные кнопки, и все в таком духе. Поскольку функция срабатывает каждый фрейм, то, соответственно, спокойно можете выполнять вот эти вот различные плавные действия. Что мне здесь необходимо сделать? Здесь я создаю новую переменную, давайте я ее назову например как movingVector и в нее я поначалу просто буду помещать как бы пустой вектор 3, поскольку у нас передвижение оно будет, ну поскольку это у нас 3D игра, то передвижение происходит в трех плоскостях, это x, y, а также z, то соответственно мы просто создаем изначально переменную, которая основывается на вектор 3, вектор 3 это как раз объект, состоящий из трех координат, ну и дальше мы просто будем каждую определенную координату игрока передвигать в зависимости от того на какую кнопку он нажал, ну и соответственно игрок у нас в игре самой будет двигаться. Далее мы давайте допишем здесь проверки, проверки у нас будут следующие, мы должны отслеживать на что нажал пользователь, если он нажмет например на клавишу W или на стрелочку вперед, то соответственно будем двигать пользователя, ну будем вернее двигать игрока вперед. И это мы сейчас просто с вами здесь отслежим, то есть если получается давайте мы вызовем такой метод, который называется isActionPressed, если пользователь вызовет такое действие, которое будет называться как moveForward, например, на данный момент у нас такого действия еще не существует, чуть позже мы его создадим, я покажу как его можно создать, но в любом случае если у нас будет вызвано вот действие moveForward, то есть как бы двигаться вперед, то в таком случае у нас будет происходить следующее, мы будем обращаться к нашему movingVector, к нашему вот этому вот вектору, будем брать координату z и здесь мы просто от этой координаты будем отнимать число 1, тем самым наш объект будет как бы двигаться вперед, да, хотя и мы отнимаем единицу, но он все равно будет именно двигаться вперед, можете это даже потом протестировать, все будет работать корректно. Также нужно добавить еще дополнительные здесь проверки, например, если будет вызвано такое действие как moveBackward, и тут кстати давайте s возможно повсюду допишем, то есть moveForward или moveBackward, чуть позже мы эти действия разработаем с вами, но если будет выполнено действие moveBackward, то в таком случае мы к координате z будем наоборот добавлять единицу. Также нам необходимо, возможно даже в этот раз давайте два этих скопируем условия, также нам необходимо отследить еще такие вещи как moveRight и moveLeft, вот, и здесь мы соответственно уже просто будем работать с координатой, вернее x, вот, и так же самое будем либо отнимать единицу, либо будем добавлять единицу, только здесь скорее всего нам потребуется, ну, поменять местами, да, там плюс, а там минус. Окей, на данный момент ничего у нас конечно еще происходить не будет, да и в принципе вот этих действий у нас еще здесь не существует, поэтому давайте изначально добавим просто сами эти действия. Для этого мы нажимаем на сцену, вернее даже нет, не на сцену, а на проект, дальше настройки проекта, здесь переходим в список действий и здесь мы можем добавить некое новое действие. Как видите, здесь и так есть различные предустановленные действия, но мы просто добавим некое новое. Например, я добавляю действие moveForwards, нажимаю добавить, ну и давайте возможно сразу несколько я добавлю, также у нас будет moveBackwards, также у нас будет moveLeft, будет еще moveRight, вот, возможно, таким образом, и пускай еще у нас будет действие, которое будет просто называться как Jump. Вот, такие вот действия я здесь подобавлял. Теперь следующее, что необходимо сделать, так это добавить события, когда эти действия будут вызываться. Например, я просто нажимаю на плюсик, здесь выбираю клавиша и дальше нажимаю на любую клавишу, например W. Таким образом, вот это вот действие moveForwards, оно будет вызываться каждый раз, когда я буду нажимать на клавишу W. Ну и я просто нажимаю ОК, ну и вот это как бы событие, оно здесь сохранено. Точно то же самое я делаю и с другими событиями, здесь, например, когда я буду нажимать на букву S, то, соответственно, будет вызываться действие moveBackwards. Если же я буду нажимать на букву A, то будет вызываться moveLeft. Если я буду нажимать на букву D, то будет вызываться moveRight. Ну и, наконец, если я буду нажимать на пробел, то в таком случае у нас будет вызываться вот это вот действие. Окей, теперь эти действия, они добавлены, я могу это спокойно закрыть. И здесь мы просто постоянно с вами отслеживаем вот эти вот действия. Получается, что если я теперь нажму на клавишу W, то в таком случае будет вызвано событие, которое называется moveForwards. И в этот момент мы это вот здесь как бы проверим. Ну и в этот момент мы просто к нашему вот этому вектору, мы возьмем его координату Z и отнимем единицу. Теперь, чтобы у нас это все еще работало корректно, все, что нам необходимо еще в конце здесь сделать, так это, во-первых, нам необходимо обратиться к movingVector, и в него мы должны записать как бы тот же самый movingVector, только с нормализированными данными. Поэтому здесь я обращаюсь к movingVector и обращаюсь к методу, который называется normalized. Вот таким вот образом. И, вернее, я тут немножко неправильно прописал. Вот таким образом он должен здесь записываться. Кроме того, нам необходимо это все еще умножать на скорость, потому что иначе наш объект будет двигаться уж слишком медленно. Поэтому я беру прям весь этот вектор и прям умножаю его на скорость. Ну и дополнительно мы, наверное, давайте еще будем как-то работать с координатой Y. И, соответственно, здесь на данный момент я просто предлагаю, то есть вот мы возьмем координату Y, и на данный момент я предлагаю, мы будем просто устанавливать некое значение. Например, давайте создадим YPosition, здесь будет указано 0, и именно это значение мы пока будем устанавливать просто для координаты Y. Чуть позже это значение будем с вами видоизменять. Ну и дальше, чтобы у нас объект уже наконец двигался, то нам нужно использовать такую функцию как moveAndSlide. Эта функция принимает вектор, с помощью которого мы передвигаем сам этот объект, а также мы указываем upDirection, то есть как бы в какую сторону у нас двигается сам этот объект. Здесь я указываю просто вектор 3, и здесь мы указываем, что он просто будет двигаться вперед, поэтому только по координате Y мы указываем значение как 1. Мы можем сейчас протестировать игру. Для этого вот здесь вы нажмите на иконку запуска. Я уже игру просто запустил. Ну и, соответственно, мы можем заметить, что вот при нажатии кнопок у нас игрок двигается. Я согласен, пока передвижение просто ужасное, он не вращается, он у нас без какой-либо анимации, причем он даже вниз не падает, он как будто левитирует сейчас. Я согласен, движения сейчас ужасные, но главное, он все равно у нас передвигается. И дальше остается только лишь это улучшать, дабы передвижение было вполне себе приемлемым. Итак, следующее, что мы давайте с вами сделаем, это мы сделаем то, что у нас будет происходить верное вращение. Сейчас у нас игрок просто передвигается по определенной координате, когда мы нажимаем на клавишу A, а также D. Но вместо теперь, как бы, вместо передвижения игрока, я его лучше буду просто вращать. А дальше, в зависимости от вращения, я его буду, как бы, двигать вперед. Для этого мне необходимо вот здесь вызывать встроенную функцию, она называется Rotate Y, то есть мы, как бы, вращаем объект по координате Y. Если нужно было бы вращать другую координату, то можно было бы вызвать, соответственно, другую функцию, которая называется Rotate X или же Rotate Z. Ну, я именно по координате Y буду вращать объект. И, опять же, почему по координате Y? Потому что если вот мы возьмем просто объект и начнем его вращать действительно по координате Y, например, установили здесь 20, то мы замечаем, что он действительно у нас вращается, да, в нужном, как бы, направлении. Так вот, здесь я давайте просто, если мы нажимаем на клавишу D, получается, то в таком случае я буду указывать здесь отрицательное значение, которое записано в переменной Rotate. У нас пока такой переменной нет, поэтому ее здесь вверху создадим. Ну и по умолчанию давайте пока установлю значение как 5 для вращения, да, если что, я потом это значение поменяю. Возможно, это будет слишком быстрое некое вращение. Точно то же самое мы делаем для Move Left, вот только здесь вначале уже минус я не добавляю, ну и, соответственно, опять же, игрок будет у нас просто верно вращаться. Если сейчас запустить игру, то мы заметим с вами один неприятный нюанс. Да, игрок, он у нас вращается, причем вращается слишком быстро, этот момент мы легко поправим, но дальше, вот когда мы его повращали и нажимаем, как бы, опять-таки движение вперед, то игрок у нас не продолжает двигаться в зависимости от того, куда он смотрит, а продолжает двигаться просто по прямой, как он двигался до этого. Поэтому этот момент нужно исправить. Во-первых, скорость мы давайте установим, возможно, как 2, опять-таки, если это будет слишком быстро, я, опять же, это значение еще уменьшу. И здесь мне нужно Move and Slide, мне нужно немножечко переделать этот метод. Дело в том, давайте я, возможно, здесь отсюда все вырежу, дело в том, что мне теперь необходимо здесь указывать следующее. Я обращаюсь к transform, это, по сути, к компоненту transform я обращаюсь. Дальше я обращаюсь к basis значения, и здесь я обращаюсь к методу, который называется xForm. За счет этого метода мы можем, как бы, выполнять передвижение объекта в зависимости от того, куда он смотрит. Это то, что нам как раз и нужно. Здесь вот нам только нужно еще указать вектор 3, и тут мы указываем просто, по какой координате мы будем двигать сам этот объект. Например, по координате x мы вообще объект двигать более не будем. Мы будем его двигать только по координате z. То есть он как бы будет у нас двигаться либо вперед, либо назад. И это будет в зависимости от его вращения. Поэтому x координату мы не трогаем. По y мы будем просто передвигать объект по тому значению, которое будет записано в переменной yPosition. Поэтому, на самом-то деле, вот эту вот строчку кода я теперь могу даже удалить, она мне здесь просто больше не нужна. Ну и, наконец, по z мы уже будем двигать объект, поэтому я здесь обращаюсь к moving vector и обращаюсь к координате z. Вот таким вот образом. Даже давайте немножко отдалю это все, чтобы вы просто видели всю эту строчку кода. Теперь, если мы начнем передвигать наш объект, то в таком случае он опять-таки еще двигается слишком быстро, ну, вращается слишком быстро, но в то же время теперь его передвижение происходит абсолютно корректно. В зависимости от того, куда он смотрит, мы как бы и начинаем двигать этот объект. Это очень и очень здорово. Также давайте, чтобы уже все это исправить, то мы, пожалуй, здесь поменяем вращение на 0.2, например. То есть, оно у нас действительно здесь будет каким-то максимально минимальным. И также, после того, как я вот здесь поменял немножечко сам этот метод, то мне здесь необходимо поменять, ну, вот эти вот плюсы и минусы. Потому что теперь, когда я нажимаю на буквочку W, он должен как бы вперед двигаться, но он двигается назад. Поэтому я здесь поменяю просто вот этот принцип добавления единицы. Окей. И теперь мы давайте еще будем применять к нашему объекту гравитацию. Потому что я саму эту перемену и здесь создал, саму эту константу создал, но никак мы с этим пока еще не взаимодействуем с вами. Итак, что нам нужно делать? Мы вообще обращаемся к Y-position. И каждый раз мы от Y-position будем с вами отнимать гравитацию. То есть мы как бы будем делать так, что наш объект, он постоянно будет пытаться как бы лететь вниз. Но как только он будет натыкаться на некий твердый объект, то дальше ниже он уже лететь не будет. Потому что на данный момент можно заметить, что он как бы сходит с платформы, но вниз не падает. Так происходит по той причине, что мы не добавляем гравитацию к самому нашему объекту. И дальше мы здесь давайте еще будем проверять, нажал ли пользователь на клавишу Space, нажал ли он на клавишу Пробел. Поэтому здесь мы обращаемся к Is Action Just Pressed, обращаемся к такому свойству как Jump. И если пользователь нажал на пробел, то в таком случае мы обращаемся к Y-position и просто для нее указываем новую высоту. То есть наш игрок сразу будет поднят выше на высоту, которая указана вот здесь в переменной Jump. Вот такая вот логика. Ну и дальше постепенно он будет падать, потому что мы опять-таки от Y-position постоянно отнимаем гравитацию. Итак, запустили игру и теперь тестируем. Пытаемся сойти с платформы. Замечаем, как игрок у нас корректно сходит с платформы. Да, он на данный момент может проходить сквозь вот эти вот разные объекты, но так происходит по той причине, что нам, если мы не хотим, чтобы он проходил сквозь эти объекты, нам необходимо добавить еще различные Collision Shape'ы и расположить их в тех местах, где у нас находятся сами вот эти вот объекты. В таком случае это будут твердые объекты, ну и, конечно же, сквозь них уже игрок не будет проходить. В то же время мы можем заметить, что сейчас он передвигается корректно. Также есть прыжок. Вот он у нас здесь действительно существует. Если вдруг у вас так получается, что когда вы сходите с платформы, он у вас не спрыгивает, то здесь может быть беда лишь в одном. Дело в том, что вы, возможно, Collision Shape установили слишком высоко, и когда он просто сходит с платформы, он как бы заходит на ту же самую высоту, ну и, соответственно, некуда ему спрыгивать. Поэтому, чтобы решить эту проблему, просто Collision Shape можете установить чуть пониже, и все должно обрабатываться в таком случае корректно. Теперь нам остается лишь одно. Нам остается включать анимации для наших объектов. Анимации, что удобно, есть как на игроке, так и есть на объекте Full Forest. Об этом вы можете узнать, если нажмете на подобную иконку. Она есть здесь, а также есть на объекте. Ну, например, допустим, давайте я на объект нажму. Он здесь выдает уведомление. Вы говорите «все равно открыть». Дело в том, что этот объект, он был создан в отдельной программке. Возможно, это не идеальный объект. И поэтому он выдает уведомление подобное. В любом случае, мы давайте вот откроем крайний вот этот объект. Он называется Animation Player. И здесь мы можем просто проиграть саму анимацию. Вот она здесь действительно проигрывается. То есть анимация существует, и мы ее можем с вами просто запускать. Это мы давайте как раз сейчас с вами и будем делать. Итак, давайте вернемся обратно на мейн сцену. Да, потому что это я открыл как бы самого этого игрока. Точно такое же, кстати, есть в Full Forest. То есть вы можете открыть этот объект. И, соответственно, просмотреть анимацию. Что еще, кстати, один такой момент. В этих объектах вы не можете менять саму эту анимацию. Да, если объект будет хорошо сделан, то в таком случае вы сможете спокойно в нем поменять еще анимацию. Но в моем случае я анимацию что для этого объекта, что для этого объекта не могу менять. Какая она там была предустановленная, такую я и буду использовать. К сожалению, это так. Ну, давайте мы зайдем в скрипт наш основной. Здесь мы с вами создадим новую переменную. Причем у этой переменной будет дополнительное свойство onReady. Дело в том, что анимация, да и в принципе подключение компонентов, это процесс не самый быстрый. Поэтому мы должны как бы прописывать для переменной, в которой содержится компонент, мы должны для нее прописывать такое ключевое слово, как onReady. В таком случае, как только компонент будет доступен, он будет подключен внутри этой переменной. Дальше создаем саму переменную. Допустим, назову ее как anim. И здесь, чтобы подключить нам верный компонент, нам нужно обратиться к изначально дочернему объекту. То есть, я должен обратиться к collision shape. Опять-таки, скрипт находится на вот этом основном объекте. Поэтому я обращаюсь к collision shape. Дальше я обращаюсь к объекту сцен. И из этого объекта, вот он даже мне здесь подсказывает, я выбираю такой еще объект, который называется animation player. Опять-таки, могу перейти в этот объект. И вот мы можем заметить, что есть объект сцен, и у него есть дочерний объект animation player. Именно этот объект, именно этот компонент мы как бы с вами здесь и подключаем. Теперь вступает в силу функция ready. И здесь, наконец, мы с ней хоть немножечко, но все-таки поработаем. Что я хочу сделать? Я хочу обратиться к анимации, к вот этому как бы объекту. Здесь мы обращаемся к методу getAnimation. То есть, вот на данный момент мы просто как бы обратились к непосредственно самому этому объекту анимации. А дальше из этого объекта мы должны вытянуть нужную для нас анимацию, которая должна проигрываться. И чтобы ее вытянуть, мы обращаемся к методу getAnimation. Здесь мы указываем название той анимации, с которой мы хотим работать. Смотрите, название анимации очень легко узнать. То есть, мы открываем объект animation player. И вот здесь название анимации, оно как раз и прописано. В моем случае, название анимации это root-root-action. Ну, вот такое вот у нее название. Соответственно, именно такую анимацию здесь я и буду использовать. Вот ее название я здесь и прописываю. Далее, когда я получил саму эту анимацию, мы давайте, во-первых, укажем здесь, что эта анимация, она будет проигрываться постоянно. Поэтому мы обращаемся к методу setLoop. И как бы говорим, что эта анимация, она будет у нас проигрываться бесконечно в цикле. И для этого просто указываем значение true. Также мне необходимо еще раз, пожалуй, обратиться к anim. И вот здесь, единственное, уже я буду обращаться не к getAnimation, а просто буду обращаться к методу play. И буду говорить о том, что я хочу проигрывать такую анимацию, как root-root-animation. Таким образом, когда у нас игра запустится, у нас, во-первых, анимация станет бесконечной. Она будет проигрываться по кругу. А во-вторых, мы сразу ее как бы здесь и запустим. И прежде чем еще тестировать, я предлагаю для нашего вот этого full forest тоже добавить новый скрипт. Нажмем создать. И здесь мы по факту сделаем абсолютно точно то же самое. Давайте я, во-первых, возможно, удалю все вот эти вот комментарии, которые здесь мне не нужны. И здесь мы делаем точно то же самое. То есть я тоже прописываю onReady, дальше прописываю var. Далее я создаю точно такую же переменную. И здесь в этот раз мне нужно уже не просто... Ну, то есть мне здесь не нужно обращаться к каким-то дочерним дополнительным объектам. Здесь я просто сразу обращаюсь к Animation Player. Опять-таки, почему так происходит? Потому что вот я могу открыть этот объект. И как бы у этого объекта следующий дочерний объект это Animation Player. Да, поэтому я просто обращаюсь к этому как бы дочернему объекту. Ну и здесь опять же делаем точно то же самое. Давайте я, возможно, даже скопирую вот этот вот кусочек кода. Потому что он один в один будет. Вот. Сюда мы его вставляем. Единственное, мне нужно поменять название для анимации. Потому что здесь все-таки другое уже идет название. Опять-таки, чтобы знать название, я просто нажимаю на эту анимацию. И вот здесь прописывается название Take001. Именно такое название я здесь и прописываю. То есть здесь мы прописываем Take001. Также я это скопирую и эту же анимацию я буду запускать. Нам остается лишь протестировать проект. Для этого в верхнем углу нажимаем на иконку запуска, после чего проект открывается и мы спокойно можем в него играть. Если вы хотите экспортировать проект под запуск на определенной платформе, то вы можете зайти во вкладку проект, экспортировать и здесь вы найдете разные платформы для экспорта. Прежде чем мы выполним построение проекта под платформу, ее нужно будет скачать внутрь ГОДО. И далее без каких-то проблем она будет собираться в единый общий проект. Запустив проект мы увидим, что весь дизайн и функции обрабатываются корректно. Сама игра на данный момент имеет примитивный функционал, но даже с учетом этого мы получаем хорошую базу, на основе которой вы уже спокойно можете построить свои более сложные проекты. В будущем я планирую выпустить еще один урок по созданию мультиплеера на основе движка ГОДО. Чтобы такое произошло побыстрее, то не забывайте поставить лайк этому видео, а также оставить комментарий. На этом же у меня все, надеюсь видео вам понравилось, а главное помогло, так что подписывайтесь на канал и увидимся с вами позже. До скорых встреч, пока!